Я думала, что вы давно уже покинули Россию. Что, В.Величество, я не позволил бы себе сделать, а же не попрощались. И не выросить вам своей крайней признательности за оказанную мне некогда честь быть мимолетным принятым парнем. Почему же вы не появились во дворце? Был в Москве, В.Величество. И как вам наша первопрестовая? У меня масса впечатления, рада иметь с вами поделиться, но боюсь. У меня есть еще полчаса. И мне будет интересно узнать мнение иностранцев о наших двух столетиях. Благодарю за честь, В.Величество. Что сказать? Петербург, европейский город, мало чем отличается от других европейских столиц. Ну, разве что своих просторников. Москва напротив. Москва, дочь Азии. Кто не видел Москвы, чем видел Россия. Кто знает русских, кто-то по Петербургу не знает истинных. Русских манер. Вот, пена. Да нет, что мы не русские. Мы-то. Мы-то. Мы-то, мы-то. Русские. Но мы европейский манер. И Петербург ваш, что европейский манер. А Москва? Москва не мы-то. Она держится корнями прошлого. Она устремилась к другу веков. Ваше лицо, как я успел понять. Москва город древней славянской истории. Москва нас тащит назад, государыня. Господину Позанове хотелось бы видеть нас азиатов, барбаров. А мы, значит, устремились в будущее попирать свою историю. Так? Мы-то, конечно, потому что в будущее есть продолжение истории. Если отнять в истории начало, откуда же взялся продолжение. Великий Петр отрубал у истории в городе. А колокола переплавлял, а мортиры и гаубицы. Москва ему этого простить не может. Григорий Григорьевич, ваше мнение на этот счет неизвестно. Антон Карлев. Да, ваше, Вячеслав. А какое у вас впечатление от Москвы? О, сеньор Казанова очень хорошо сказал. Грация, сеньора дарья. Брэго, сеньор Казанова. Москва, дочка Азии. Я бы даже кафе добавить в Москву. Внучка, вы за ты. Архитектура в Москве очень... Я такого же мнения Антон Карлев. Благодарю вашему числу. Господин Казанова. Ваше Великое слово. А чем отличаются московские от Петербургских? Да ничем. Ничем. Ну разве что те там еще более простые, я бы так сказал, подчас наивные. Простые, да простые, да вот палец им в рот не сует. Ты никогда не видел в Москве взрослый чилопек, палец в рот. Почему палец в рот? Палец вам по плечу открутит Антон Карлевич, тогда узнаете. Это поговорка, пословица такая. Надо запоминать Антон Карлевич. Запоминаю. Антон Карлевич. Антон Карлевич. Подходите за Новым. Ваше Великое слово. А как вам московские красавицы? А вы московские красавицы? Это особо подержки. В одну из субботок в Москве я легкомысленно отправился в парень. Тридцать или сорок мужчин и женщин были там вместе, совершенно голые. И вот среди этих женщин, Ваше Величество, я видел таких красавиц, которые могли бы послужить моделью для самого взыскательного воятеля. Но там парень. Никто не обращал ни на кого, ни нарячего внимания. Все настолько были увлечены собой. Это было не бесстыдно. Это была простота. Простота невидных двух. Про себя-то вы этого не можете сказать, господин казавал. А не могу. Хайпус. От некоторых трансляций я просто не мог отторвать за вас, хоть и понимал, что там банок моего то любопытства выглядит, наверное, не слишком перестойно. Я прошу прощания, Ваше Величество, по-вашему насторенному заговорили о красоте, о успехе времени. Что ж, господин Казанова, я вижу, что вы уже охладели к той девице, которую вы купили, коли с таким интересом рассказываете про красавицу мужской банки. Ваше Величество, та девица была в банке вместе со мной. И там в банке я могла еще раз в очередь убедиться, насколько превосходят она этих красавиц свои стати и умом. Что ж, господин Казанова, я рада, что эта девица скрасила ваше пребывание в России, а нам пора, нас уже ждут, господа. Ваше Величество, я хотел бы обратиться к вам с незначительной просьбой, чтобы не позволить. Я вас слушаю. Благодарю. Ваше Величество, пусть она та самая девица. Я люблю ее, позвольте, отвезти ее из России. Увезти ее из России, зачем? Люблю. Вы что, вынчали, что? Ну, вот мы днем. Это можно легко, стойки. Мне не привыкать. Если вы тому пожелаете. Григорий Григорьич, а ты что думаешь? Я думаю, если всех пап из России увозить, кто рожать-то будет? Антон Карлович, что ли? Впрочем, одна девка не велика потеря. Пусть скатится отсюда, но только побыстрее. Одна девка тоже человек. А люди — главное богатство России. Кто бы сейчас так проводит? Слава мне, я прошу верить, что теперь я люблю ее. Сегодня любите, а завтра погубите? Многих там сударь за этим товаром едут. Увозят наши девицы по поддельным паспортам и по группам. Да многие ли из них, кто черпи не приют нашли? За счет ты там никакой? Вот и пополняй в борделе. Я знаю, Ваше Величество, тревогу у Вашего народа своем. И разделяю меня всецело. Я тебя люблю. Твои руки? Ваше Величество. Еще не один раз поверить? Ваше Величество. Так зачем же губить невинную душу, коль она так хороша? Чего же губить, Ваше Величество? Надо чего же губить? А вот что будет с ней здесь? Ну не отправляйте ее обратно к родителям, она уже отвыкла от той жизни. Ваше Величество. Антон Карлович. Всегда Ваше Величество. Помнится, говорили мне вы, что и вам пришлась по душе эта девица. Ох, почему? Так, может быть, найдет она приют в вашем доме? Соглашайтесь, Антон Карлович. Коре дело такое, наоборот, приняло. Я буду счастлив быть отец и защитник этой девушки, Ваше Величество. Ах, сеньора Казанова, тут любовь. Любовь! У сеньора Казанова любовь будет еще не один раз, а наша забота свое стадо постиг. Поверьте, господин Казанова, что не решила дело в вашу пользу. Будете в России и непременно дайте о себе знать. А нам пора, господа. Субтитры сделал DimaTorzok